Мой дорогой зритель, моя уважаемая аудитория, мои любимые единомышленники, все те, кому не безразлична история Баку. Сегодня я имею честь обратиться к вам в очень необычном, нетрадиционном формате, в формате инстаграм, в рамках проекта Бакима Даньят и Дараси, то есть Бакинское управление культурой, под названием «Баку, не выходя из дома». Конечно, не совсем обычный формат нашего сегодняшнего общения имеет более чем веские причины, причем причины глобального характера, все еще продолжающаяся пандемия коронавируса, которая всех нас разогнала по домам, но это отнюдь не умаляет значимости нашего с вами общения и, я бы даже сказал, раскрывает несколько большие горизонты. Во всяком случае, в таком формате нас может смотреть практически неограниченная аудитория, неограниченная географическими рамками, неограниченная пределами этого города, этой страны. Возможно, нас смотрят даже и из-за океана. Во всяком случае, мои знакомые и друзья в Канаде обещали присоединиться к нам сегодня. Таким образом, мы имеем гораздо большую аудиторию, однако мне очень не хватает живого общения с вами, поэтому, глядя на экран телефона или в мониторы камер, я вижу ваши глаза, я чувствую биение ваших сердец, я ощущаю такую ауру, которая исходит от вас, смею вас заверить, даже через объективы кинокамер. Ну и поскольку весь мир оказался в плену у этакого коронавируса, кстати, оригинальное название коронного вируса, я хотел бы несколько, прежде чем мы перейдем к самой теме сегодняшнего разговора, хотел бы несколько отклониться. Дело в том, что я считаю, что ни одна экскурсия, ни одна лекция, ни одно общение невозможно без поэзии, особенно когда речь заходит табаку, да и не только. Общение без поэзии напоминает рыбу без наршараба, оно такое несколько постное. И вот вирус, который успел наделать много шума, уже нашел свое отражение в некоторых поэтических произведениях, в частности, вашего походного услуги. Я постараюсь начать и закончить поэзией нашу сегодняшнюю встречу. Но мы встречаемся с вами в очень оригинальную дату, 22 апреля, день рождения одного из гениальнейших негодяев 20-го столетия. Два злых гения прошлого века, Ленин и Гитлер, родились буквально в нескольких днях друг от друга, 19-е, 22-е апреля, а между ними, между прочим, умудрился угодить ваш покорный слуга. Но так или иначе, день рождения Ленина – это предмет отдельного разговора, а вот 14 апреля 1930 года, то есть ровно 90 лет назад, произошло еще одно очень печальное событие, которое, увы, вот в этой коронавирусной, так сказать, панике и всей этой суете осталось незамеченным. 90 лет назад в Лубянском переулке в Москве покончил с собой один из величайших поэтов 20-го столетия, Владимир Владимирович Маяковский, 36-летний, цветущий, красивый, талантливый, яркий человек, безумно влюбленный в Баку в свое время, пустил себе пулю в сердце. Вот представьте себе, что чудеса иногда случаются по прошествии 90 лет. Маяковский оживает. Он же грозился, я приду к вам, ваше коммунистическое далеко. И вдруг, через 90 лет, оживший Маяковский выходит из своей квартиры-мастерской, как он ее называл, в Лубянском переулке, идет по безумно красивой, но опустевшей, обезлюдившей, как в картинах молодого Гитлера. В Москве он проходит по Тверской, он сворачивает московские переулки, он видит эту роскошь, он видит эту красоту, но он не видит людей. Он проходит мимо площади Маяковского, где стоит его великолепный памятник. Похож, с гордостью говорит Маяковский, но людей нет. И вот тогда Владимир Владимирович, присущий ему безапелляционностью, направляет стопой прямо в Моссовет, ногой открывая двери. Кто здесь главный? Его припровождают к мэру Москвы, и вот тут происходит довольно интересная встреча. Чудеса случаются. В кабинет к Собянину заходит сам Маяковский, лучший поэт нашей советской эпохи. Сергей Степанович в чем дело? Ему объясняют, что пандемия, коронавирус, город вымер, но вам, как лучшему поэту нашей советской эпохи, будет дана бумага, позволяющая абсолютно все. Мне и собаке требует Маяковский, и собаке дадим, но небольшая заминка. Поскольку он пришел оттуда, его надо проверить по законам, так сказать, карантина. И вот Маяковского проверяют от кончиков волос до ногтей на ногах. Очень долго бытовала версия о том, что причиной самоубийства было якобы заражение Маяковского сифилисом. Это абсолютно не оправдалось, экспертиза этого не подтвердила. А если что и было, за 90 лет излечен от всего. И вот Маяковский, прошедший полный медицинский осмотр, получает вот эту вот броню, бумаги на себя и на собаку, и выходит в Москву. Но что он видит? Он видит только полицейские и военные патрули. Его постоянно останавливают, ему приходится доставать из широких штанин дубликатом бесценного груза. И все это приводит к тому, что к концу дня у Маяковского рождается посвящение, которое я имею честь вынести на ваш суд. Итак, Маяковский о коронавирусе. В плену мировых лихих новостей, за хворь без разбора разящую, я выгрыз себе у столичных властей бумажищу вездеходящую. Об этом факте не в силах молчать, впору орать зычно. Читайте, завидуйте, подпись, печать Собянин СС. Лично, чтобы выйти из дома и не разок, на, возьми отпечатки. Анализ слюны, анальный мазок и снимок глазной сетчатки. Кровь из пальца, да хоть из пяти. Адрес фактический, на те. Ну что, можно в аптеку пойти и мусор вынести? Кстати, за ствол не хватайся и не ругайся. И попрошу на вы. Видишь, военный мой аусвайс, за подписью мэра Москвы И я достаю из широких штанин дубликатом тот лист папирусный, Дающий право на выгул псин в суматохе коронавирусной. И с ним же за черный юмор, прости, Улиткой, тварью скукоженной, До ближайшего кладбища доползти по плитке свежеуложенной. Владимир Владимирович Маяковский о коронавирусе. А мы сейчас с вами переходим к главной теме нашего сегодняшнего общения, нашего диалога, Которая связана с двумя довольно интересными юбилеями. Ну, собственно, конкретной даты это юбилей не имеет. Мы говорим о, в одном случае, 1879-1880 годах, Происходят очень интересные изменения. А наша сегодня встреча, как вы уже знаете, Посвящена двум выдающимся мэрам Баку. Собственно, слово «мер», Оно было несколько ошибочно указано еще и в анонсе, Оно скорее образное, Потому что должности мэра не было ни в дореволюционный период, Ни в советский, нет ее, к сожалению, и сейчас. Эта должность называлась по-разному. В дореволюционный период это был бакинский городской голова, А в советский, постсоветский период это глава исполнительной власти. Но так или иначе мы будем говорить о людях, Стоявших у руля этого города, И людях, сыгравших колоссальную роль В обретении Баку того облика, Которым мы сейчас гордимся. Персонали одного из них известно очень многим из вас, Во всяком случае, людям моего и старшего возраста уж точно. Многие, даже кто-то имел честь и счастливую возможность общаться с ним. Это Алиш Джамилевич Лемберанский, Это предмет отдельного разговора. А вот Алиш Джамилевич был 21-м, так сказать, руководителем Бакуа. Практически первым, ну формально вторым, Но в реальности первым и самым ярким главой городской власти, Бакинским городским головой, Был человек, имя которого, к сожалению, Как-то выпало из нашей исторической памяти, Хотя в исследовательских кругах Это имя пользуется весьма заслуженным авторитетом. Кстати, имя довольно оригинальное. Не пугайтесь фамилии. Станислав Иванович Деспот Зинович. Поляк с литовскими корнями, А предки которого имели какие-то сербские примеси. Отсюда вот эта вот оригинальная приставка Деспот, Дворянская сербская приставка. Человек, который руководил городом 15 лет. Этот рекорд был побит разве что Недавним мэром Гаджибалой Абуталубом, О котором мы сегодня говорить не будем. Но так или иначе, 15 лет пребывания на должности Главы Бакинской городской администрации. И что это были за 15 лет? Дело в том, что когда Деспот Зинович был поначалу назначен на должность Бакинского городского глава. Он был практически первым, кто исполнял эту должность. Чисто внешне Баку представлял собой вот такую вот картину. Это фотография Баку 1660-х годов. Я не думаю, что в 70-е годы позапрошлого столетия Баку претерпел сколько-нибудь серьезные изменения. Это был город, который только стал губернским. До 1659 года Баку был уездным центром, то есть райцентром. А губернский центр находился в Шамахе, которую безжалостно трясло. А в 1872 году начинается нефтяной бум. Но незадолго до нефтяного бума в Баку на волне реформ императора Александра Третьего принимается очень интересная, последняя из реформ императора Александра Третьего, который так вошел в историю, как император-реформатор, реформа городского управления Российской империи. То есть согласно этой реформе, она была принята 16 июля 1870 года, города Российской империи по достижению определенной численности населения могли избирать себе местные органы самоуправления, которые назывались думами. Так вот, Баку до сих пор является одним из знаковых таких сооружений периода нефтяного бума. Великолепное здание Баксовета. Это была та самая Бакинская городская дума, на фасаде которой, если проходить мимо меня и приглядеться к ее третьему этажу, можно и сегодня прочесть дату 1870. Опять-таки юбилейная дата, но прошу не путать, с днем рождения Владимира Ильича Ленина. В 1870 году было принято городовое положение. И вот именно с этого момента начинается отсчет городских администраций Российской империи. Эту реформу готовили 8 лет, с 1862 года. И доходила она до провинции империи довольно долго. До Кавказа она дойдет лишь через 8 лет. В 1870 году была принята реформа, в 1878 пройдут первые выборы. Количество гласных, так тогда называли членов Бакинского, как сейчас говорят, городского совета, составляло 72 человека. Уже тогда были довольно характерные для Российской империи довольно дискриминационные ограничения. Так, например, по реформе городского уложения в городских думах количество нехристиан не могло превышать 1 трети. А городской голова не мог быть евреем. То есть таким образом отсекались нехристиане, то есть мусульмане и иудеи. В Баку эта традиция будет несколько нарушена, по причинам, о которых я вам расскажу чуть позже. Но так или иначе, вот эта вот дата, высеченная на фасаде здания Баксовета, 1870, она может быть поначалу принята как дата строительства здания. Ничего подобного. В 1870 году этого здания физически на этом месте еще не было. В то время были еще две крепостные стены, и облик самой Николаевской улицы был совершенно другим, и дума заседала в совершенно другом месте. Это было напротив нынешнего Конституционного суда у парных, или как их тогда называли, Шемахинских ворот. Здание Бакинской городской думы станет лебединой песней Иосифа Викентьевича Гаславского, чья звезда, как зодчего, взойдет при деспоте Зиновиче. Это здание было завершено строительством в 1904 году. А вот эта вот дата на фасаде 1870 год – это и есть дата городского положения в России, которая дойдет до Баку с таким традиционным для Российской империи опозданием. Первым городским головой был некий Иосиф Джакелли, но он пробудет на этой должности очень недолго – с 1878 по 1879 год. А вот с 1879 по 1894 год городскую администрацию будет возглавлять Станислав Иванович Деспот Зинович. Он примет город с населением приблизительно 20 тысяч человек. Он оставит город с населением в более чем 120 тысяч человек. Шестикратный рост, даже более чем шестикратный рост населения Баку приходится именно на период Деспот Зиновича. Посмотрите на кривую бакинского населения. До 1972 года очень стабильно, стабильно малая. А с 1872 по 1903 год население возрастает в десятикратном масштабе. С 145 до 143 тысяч. А затем оно будет удваиваться каждые 8-10 лет. И вот основной такой демографический взрыв бакинского населения происходит при Станиславе Ивановиче Деспот Зиновичу. Измельцы это происходят за счет притока, колоссального притока извне, когда треть азербайджанской общины составляли выходцы из Ирана, так называемые Амшари, когда ни одна из городских общин не превышала 36% населения. И две наиболее ведущие общины, русские и азербайджанцы, были приблизительно одинаковые по численности, составляли 70% населения, затем 19% армяне, из песни слов не выкинешь, затем 4,5% евреи, понимаете, то есть очень пестрый этнический состав, поляки, немцы, лесгины, татары и так далее. Вот всем этим очень пестрым этнокультурным конгломератом руководит человек, имя которого будет с благодарностью вспоминаться бакинцами на протяжении многих десятилетий, даже после того, как в 1900 году, в возрасте 65 лет, Станислава Ивановича Деспозиновича не станет. В чем же заслуга этого человека? Дело в том, что именно при Деспозиновиче Баку выходит за рамки крепостных стен. Вот за этой небольшой древней крепостной стеной начинает складываться совершенно новый по своей концепции город с четко проложенной линией улиц, подобно листу в клетку. Город с барселонской, римской планировкой. Город с парижским стилем застройки. Это был тот самый Баку нефтяного бума, который впоследствии назовут маленьким кавказским Парижем. Но вот именно этот внешний город времен Али и Нино складывается во время администрации Деспозиновича. Именно при Деспозиновиче Баку становится тем самым европейским городом. Но его созданию предшествовала довольно серьезная работа по сносу внешней крепостной стены. Крепостных стен Баку до 1883 года было две. Так что в 1870 году по месту, где сейчас располагается здание Баксовета, еще проходила внешняя крепостная стена 17 века, построенная при Шахе Аббасе. Она была неказистой. И вот для того, чтобы город мог развиваться свободно, в одно время встает вопрос о полном сносе бакинских крепостных стен. И вы знаете, эта практика, она осуществлялась во многих европейских городах. В той же Вене снесут крепостные стены, и на их месте будет построена улица кольцеобразной конфигурации, которая получит название Рейнштрассе, кольцевая улица. Вот точно такая же угроза нависла над бакинскими крепостными стенами в момент, когда город должен был выйти за пределы крепостных стен. И вот тут, во времена Станислава Ивановича Деспотеновича, бакинская дума принимает очень интересное решение. Сносится только внешняя крепостная стена, которая не была уже настолько древней. 1609 год постройки, в 19 веке не настолько древняя стена. А вот основная крепостная стена, построенная во времена Шаха Манучехра, а это 1238 год. Это времена крестоносцев. Она сохраняется. Хотя, конечно же, стоило бы сохранить и внешнюю крепостную стену тоже, но ее разбирают. И вот камнем разобранной внешней крепостной стены реставрируется внутренняя крепостная стена, а основной вход из внешней крепостной стены, так называемые Шахабасовские ворота, которые были прямо за Шамахинскими воротами, копируются и переносятся во внутренние крепостные ворота. И таким образом складывается то, что мы сейчас называем парными воротами, но парность ворот очень сомнительна. Левые ворота – это древние ворота, это Шамахинские ворота, а правые – это копия Шахабасовских ворот, которые были сохранены усилиями Станислава Ивановича Десподзиновича, который довольно-таки трепетно относился к сохранению историко-культурного наследия Баку. Вообще, вы знаете, несмотря на то, что Десподзинович был представителем российской администрации, он весьма тактично относился к проблемам, чаяниям, чувствам местного мусульманского населения. И именно в силу этого у него возникали трения, но не с местным населением, а с некоторыми представителями царской администрации. И вот в наибольшей степени эта конфликтность проявит себя в период самого грандиозного из сооружений, возведенных во времена Станислава Ивановича Десподзиновича. Это был великолепнейший, роскошный, безумной красоты и столь же безумных габаритов знаменитый собор Александра Невского. Самая крупная православная церковь на Южном Кавказе, на строительство которой идет 10 лет. Высота 85 метров. Это была архитектурная доминанта города. Разумеется, собор замышлялся из чисто политических соображений. К моменту его строительства Баку уже производил без малого половину мировой добычи нефти. И царская администрация желала строительством собора показать, кто управляет городом. Лучшим способом сделать это было строительство грандиозного собора, который вобрал в себя черты храма Василия Блаженного в Москве и спаса на крови в Петербурге. Он был спроектирован архитектором Марфельдом в старорусском стиле. Роскошное масштабное сооружение, которому нужно было выбрать соответствующее место. И вот с местом собора возникнут самые серьезные проблемы. Почему? А потому что православное духовенство сочло наиболее неудачным местом для строительства собора – старое мусульманское кладбище. Заброшенное кладбище, которое находилось в непосредственной близости от крепостных стен. И еще во времена, когда город не вышел за пределы крепостных стен, люди, жившие в крепости, хоронили покойников на некотором отдалении от крепости, но не так уже далеко. В период нефтяного бума при Деспоте Зиновиче, благодаря таким архитекторам, градостроителям, как Николай Вгустович фон дер Нонне, складывается эта вот четкая, грамотная градостроительная решетка, и мусульманское кладбище просто вписывается в новую градостроительную структуру. Но его не тронули. И вот именно на этом месте православное духовенство решает возвести свой собор. Разумеется, реакцию на подобное решение мусульманской общины представить себе несложно. Мусульмане не возражали против строительства собора как такового. Несколько забегая вперед, скажу, что, например, на открытии собора, который произойдет в октябре 1898 года, один только гаджи Зейнал Абдин Тагиев пожертвует 10 тысяч рублей. Синагога тоже пожертвует тысячу. Главное, пожертвует. Но так или иначе, мусульманская община не протестовала против строительства собора, но желание построить собор на месте старого кладбища не могло вызвать сколько-нибудь положительной реакции. Вот в этой довольно конфликтной ситуации мэр Баку, то есть бакинский городской голова Станислав Иванович Деспотзинович четко и недвусмысленно становится на сторону мусульманского населения Баку. Он понимал, что строительство этого собора на таком непригодном для него месте может вызвать нежелательный ропот, посеять брожение, и поэтому данными ему полномочиями. А в этой ситуации ни экзарг Грузии, глава православной церкви, ни бакинский губернатор, понимающий котлевость вопроса, решили не вмешиваться. Они вот все списали на мэра. Вот есть городской голова, пусть он и решает. Вот все бремя ответственности ложится на Деспотзиновича, и он находит в себе силы принять решение. Мусульманское кладбище ограждается чугунной оградой, а внутри кладбища Деспотзинович планировал построить небольшую мечетку, потому что кладбище-то уже к тому времени практически не использовалось, и этот аргумент использовался православным духовенством в качестве еще одного аргумента для того, чтобы, убрав кладбище, построить на его месте собор. Так вот, чтобы оживить место, Деспотзинович планировал построить небольшую мечеть, чтобы как-то вдохнуть какую-то жизнь вот в эту округу. На него посыпался град доносов. Особенно усердствовал в этом глава Бакинской казенной палаты некий Кочурин, который обвинялся в Деспотзиновича в том, что он якобы возводит чугунные ограды на мусульманских кладбищах, в то время как другие конфессии таковых не имеют, было бы к чему придраться, но Деспотзинович стоял четко. Его просто обошли. Через экзарха Грузии прошение об отводе этого участка подается в Святейший Синод, оттуда оно ложится на стол императору Александру Третьему, и, как это всегда бывает, в прошении забыли упомянуть о том, что местом для собора было старое мусульманское кладбище. Александр Третий подписывает документ. Деспотзинович взрывается, его обошли. Но что делать? Государева подпись на документе. Таким образом, старое мусульманское кладбище уничтожается. И вот об этом сохранилась довольно интересная карикатура того времени, как сгонялось мусульманское население, уничтожались захоронения для того, чтобы на их месте возвести православный собор. Но под мусульманскими захоронениями были обнаружены более древние и домусульманские захоронения. А поскольку у собора 85-метровой высоты был грандиозный котлован, то рыли еще глубже. В общем, при раскопках были обнаружены совершенно уникальные артефакты могил периода Бронзового века, но, к сожалению, они также исчезнут. А строительство самого собора стянется на 10 лет, и оно будет завершено уже после того, как Деспотзинович уедет из Баку. Но этот человек стоял до конца. И, вы знаете, понимая всю бестактность этого решения, Деспотзинович добивается еще одного очень интересного решения. Именно к приезду Александра Третьего, императора Александра Третьего в Баку, на закладку собора, на месте снесенных кладбищ, мусульманам возвращается мечеть дворца Шерваншахов. То есть она восстанавливается, как молельный дом. Это был своего рода реверанс, попытка как-то, что называется, сгладить довольно щекотливую ситуацию, в которой Станислав Иванович Деспотзинович проявил себя честным и порядочным человеком. Кстати, именно в его бытность бакинским городским головой создаются все структуры, которые впоследствии позволят говорить о Баку, как о городе, начиная от пожарной команды и заканчивая санитарным обозом, телефонной службой и штатом дворников и так далее. Именно при нем закладываются основы очень многих учебных заведений в Баку, в частности, Бакинского механико-строительного технического училища, великолепном здании которого сейчас располагается нефтяная академия. Стоит ли удивляться тому, что этот человек троекратно переизбирался на своей должности и лишь в связи с очень тяжелым заболеванием, у него было воспаление легких, да и вообще здоровье уже как-то подводило, Десподь Зинович оставит Баку в 1994 году. Он скончался в Гурзуфе в 1900 году, а шестью годами позже, в 65 лет, это был, конечно, не очень, так сказать, престарелый возраст, но 15 лет пребывания Десподь Зиновича на должности бакинского городского головы позволили Баку стать европейским городом и в плане архитектуры, и в плане градостроительной структуры, и в плане городских служб, и в плане грандиозных культурных, образовательных изменений и трансформаций, которые произойдут в довольно сжатые сроки, которые так или иначе будут связаны с именем человека, который до конца своей жизни оставался бессеребренником. Сейчас это звучит просто смешно. Быть 15 лет главой такого богатого города, как Баку, где городские гласные, это были, ну не отцу, это были паханые города, это были люди, владевшие недвижимостью, это были люди, которые практически управляли этим городом, причем очень так, корпоративно, келейно, коррумпировано и очень пассивно. Так вот, Десподзинович, будучи бессеребренником, пытался пробудить в них какие-то гражданские, что называется, чувства, но находил отклик лишь у людей типа того же Гаджизейна Алабдина Тагиева, братьев Асадулаевых, Бенкендорфа и так далее. Вот масса гласных дум, их приходилось вытаскивать чуть ли не за ручку, как жаловался Десподзинович, из кофейн, чайных и трактиров и везти на заседание Бакинской городской думы, где очень часто просто не собирался к воруму. Но тем не менее, именно благодаря подвижникам типа Десподзиновича Баку приобретает свой европейский облик. Пройдет почти 60 лет, и в истории городской администрации появится еще одна, очень яркая, незаурядная и очень, знаете, колоритная личность, о которой мне хотелось бы рассказать отдельно. Это человек, которого называли первый мэр в СССР, хотя должность мэра в СССР не существовала. Это человек, которого многие представители моего и более старшего поколения помнят. Это человек, благодаря которому, ставший европейским Баку при Десподзиновиче, станет городом стильным, городом модерновым, городом джаза, городом удивительных монументов, памятников. Это удивительная личность Алиш Джамилевич Лемберанский. И вот в этом году исполняется 60-летие очень многих начинаний Лемберанского, многие из которых, ну, как сейчас, да недавно у него времени было принято говорить, не имели аналога, во всяком случае, в бывшем Советском Союзе. Я уже не говорю о регионе. Помните? Аналога Олмьян, аталога Олмьян. Так вот, очень много подобного рода достижений произойдет именно в бытность на должности главы исполнительной власти Алиша Джамилевича Лемберанского. Он родился в один день с общенациональным лидером Ейдаром Аличем Альюм 10 мая 1914 года в селении Лемберан Шушинского уезда Елизаветпольской, то бишь Гянджинской губернии. Его отец Джамиль Мешадин Насир Оглы Лемберанский был представителем бакинской медицинской элиты. Человек, который в 1913 году закончил медицинский факультет Киевского университета. Человек, который стоял у истоков медицины в провинциях Азербайджана. Им была основана больница в Тертери. Человек, который был не чужд политики. Он был членом азербайджанского парламента. Но не от партии Мусавад, а от фракции Иттихад. По счастливой случайности, Джамилу Лемберанскому удалось избежать репрессий в советский период. И он полностью посвятит себя преподаванию. Он будет преподавать в различных медицинских учреждениях. Он является одним из отцов-основателей азербайджанской ортопедии. И ему принадлежало изобретение, такой специальный штифт для сращивания костей, который очень пригодится Алишу Джамиловичу Лемберанскому во время ранения, период Второй мировой войны. А именно через ее горнило прошел Алиш Джамилович. Но об этом чуть позже. Он окончил Азербайджанский индустриальный институт. Он начинает работать на производстве. 27 лет Алиш Джамилович Лемберанский уже руководил нефтеперегонным заводом. Именно в 27 лет, с началом Великой Отечественной войны, человек, имевший бронь, руководивший крупным нефтяным предприятием, которое его еще востребует, добровольцем уходит на фронт. В начале 43-го года под Ростовом тяжелейшее ранение. Разрывная пуля повреждает седалищный нерв. Его удается доставить до госпиталя. Госпиталь находится в Махачкале. Из Махачкалы связываются с отцом. Отец Лемберанского тогда руководил госпиталем в Генже. Кстати, Баку, в частности, Азербайджан в целом, во времена Второй мировой войны был крупнейшей госпитальной базой. Только в одном Баку будет извлечь на 420 тысяч советских солдат. И вот Джамиль Лемберанский получает информацию о том, что сын в довольно тяжелом состоянии находится в Москве, в Махачкале, пардон. И он едет в Москве. А в конце 42-го года Люфтваффе долетало до Северного Кавказа. Вот несмотря на то, что территория была подвержена бомбардировке, а Дагестаном тогда руководил выдающийся азербайджанский общественный деятель Азиз Алиев, Джамиль Лемберанский удается добраться до Махачкалы, вывести сына. И Лемберанскому делают операцию, и отец на сыне апробирует свое ортопедическое изобретение. Вот этот самый штифт. Но Лемберанский долгое время был вынужден ходить на костылях. И вдруг, как вспоминали родные, в одну из ночей приезжает машина. Представляете, в 40-е годы разгар войны, ночью стук в дверь и машина у дома. Но ассоциации более чем ясные. Перепуганные насмерть родственники Алиша на костылях увозят. Он приедет только утром. А перепуганным насмерть родным он рассказал, что его вызвал сам Мирджафар Багиров и жестоко отчитал за самовольный уход на фронт. А здесь что, не фронт, что ли? Спросил Багиров. В Москве нужен специальный авиационный бензин. А он изготавливается только у нас. Нужные производственники. И вот Алиша Джамильевича Лемберанского, не оправившегося от ранения, назначают директором того самого нефтеперегонного завода, где он освоит выпуск авиационного керосина. А Баку поставлял свыше 80% общего топлива Советской Армии. Но если говорить об авиационном топливе, 96% авиационного топлива обеспечивал Баку по технологии, разработанной Юсифом Гейдарьевичем Мамеда Алиевым и внедренной Алишем Джамильевичем Лемберанским. И вот именно за налаженный выпуск авиационного керосина Лемберанский будет награжден Сталинской премией. Это было как Нобелевка. У него было несколько боевых наград, но награда, полученная на Трудовом фронте, была для него ничуть не менее значима. А это было время, когда не было понятия дня и ночи, когда он мог ночью выехать на заводы. Ему приходилось обходить все эти установки, а он еще на костылях. Так вот, как рассказывал сын Лемберанского, Рауф Джамиль Алишевич, ему рабочие, мастера на заводе, вмонтировали в костыль фонарик, при помощи которого он мог, передвигаясь, освещать себе путь. Вот так вот, обходя на костылях довольно обширные производственные мощности завода, Лемберанский потом ехал в госпиталь на перевязку. Но производство было налажено. Алиш Джамиль уже в то время зарекомендовал себя как человек, очень, знаете, склонный к строительству. У него была какая-то вот такая страсть строить, создавать, созидать. Одна из его коллег Ита Кардаш впоследствии вспоминала, что коллегиальность была его стержневым качеством. И любой вопрос, будь он личного или производственного характера, решался быстро и без промедления. И Алиш Джамиль уже в тот период, а мы говорим еще о жестком сталинском времени, доносительство, стукачество, репрессии и так далее. А он уже являл собой совершенно новый тип руководителя, обаятельный, остроукный, интеллигентный. Он умел проявлять твердость характера там, где это нужно, и решительность там, где она требовалась. И вот уже в послевоенный период, уже во времена Хрущевской оттепели, на одном из заседаний Баксовета, где присутствовал Имбиранский, как представитель одного из крупных производственных объединений, он берет слово и начинает говорить об ужасающих условиях проживания рабочих промысловых окраин Баку, в частности, Черного города. А это был 59-й год. В Азербайджане сменилось руководство. Пришел к руководству республики. Удивительный человек. Человек оттепели. Вели Юсуповича Хундов. И вот речь Имбиранского, что называется, попадает в струю. Он не просто говорит о проблемах, он предлагает пути их решения. Он делает оригинальные выводы. Это был человек, у которого за любым упреком следовало предложение, который мог найти какой-то нетрадиционный выход. И времена были очень, знаете, такие неординарные. Нужны были люди нового мышления. Это была Хрущевская, теперь Имбиранский, что называется, попадает в струю. Грамотное, четкое выступление. И реакция председательствующего. Да, проблема очень серьезна. Но для ее разрешения нужны деятельные люди. Олеший Джамильевич, вы подходите для этой роли. Вы представляете, одно выступление, и буквально на следующий день Имбиранский садится в кабинет главы исполнительной власти города Баку. Это было в 1959 году. На этой должности Олеший Джамильевич пробует не 15 лет, как Десподь Зинович, а 5 лет. С 1959 по 1964 год. Но посмотрите, что происходит за этот период. Баку оживает. Вот эти 5 лет пребывания Имбиранского на должности главы исполнительной власти впоследствии получат очень своеобразное название эра Имбиранского или эпоха Имбиранского. Первое его решение. Он начинает расковывать город по очень образному выражению большого любителя из натака бакинской истории, ныне увы покойного Агабека Ашумовича Султанова. В бакинских скверах, начиная вот с того же губернаторского садика, исчезают чугунные ограды. С первых этажей домов снимаются решетки. Город расковывается. Он начинает свободно дышать. Здесь Имбиранский начинает усуществлять один за другим яркие проекты. Во времена Имбиранского в центре города начинают появляться пешеходные улицы. Это мы сейчас привыкли к площади фонтанов, бывшей Ольгинской улицы. Сейчас Джапаридзе, впоследствии Джапаридзе, сейчас Мамедамина Расулзаде. Мы проснулись сейчас и увидели их пешеходными. Пардон! До 1960-х годов по этим улицам ходили трамваи. А до этого еще проходила конка. Вот во времена Имбиранского в центре города появляются пешеходные магистрали, появляются Бродвее. Причем одну из этих улиц он мастит крупномерными, тяжеленными, бетонными плитами, взятыми с аэродрома. Это было сделано специально к визиту в Баку тогдашнего руководителя Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. В 1960 году отмечалось 40-летие установления советской власти в Азербайджане. В этом году исполняется 100 лет. Я думаю, так отмечать его не будут, но из песни слов не выкинешь. Это история. И вот Хрущев в апреле 60-го года приезжает в Баку. Его надо принять. И вот тут Олег Джанильевич Лембиранский осуществляет грандиозный масштабный план. Он вбухивает колоссальные средства на одна из центральных улиц, там, где при Лембиранском будет установлен памятник на Таван, но о памятниках мы поговорим отдельно, получает вот это очень оригинальное замощение только для того, чтобы Хрущев один раз прошел по нему. И вот у бакинцев последующего поколения этот проект получит очень оригинальное название «Миллион за улыбку». Но понимаете, мы не можем судить о людях с позиции сегодняшнего времени. Мы должны учитывать контекст того времени, в котором приходилось им работать. Нужно было приятно впечатлить советского лидера. Очень импульсивного, очень непредсказуемого, коим был Никита Сергеевич Хрущев. И вот эта вот вымощенная Лембиранским улица на Хрущеву производит колоссальное впечатление. Знаете, этот визит имел огромнейшую роль для Баку. Дело в том, что в Баку было заморожено строительство метрополитена. Строительство метро в Баку началось в 1949 году, когда был основан институт БАК-метропроект. И Баку имел реальный шанс стать третьим городом в Советском Союзе после Москвы и Ленинграда, который имел бы свое метро. Мы стали пятыми, но могли стать третьими. Строительство метро начинается при Сталине в 1949 году, но после смерти Сталина к власти приходит Хрущев. И первая реакция импульсивного Никита Сергеевича «Что? В Баку метро строят, а в Киеве его нет?» Замораживается строительство метро в Баку, все средства перебрасываются на Киев. И вот только в 1960 году, когда Хрущев приехал в Баку, киевское метро было завершено строительством. И вот тогда приятное впечатление, произведенное на Хрущево городом, в частности, вот этой прогулочной улицей, «Биллион за улыбку», приводит к тому, что необычайно обаятному Велию Суповичу Ахундову удается уговорить Никиту Сергеевича возобновить строительство Бакинского метрополитена. И с 1960 года работы по строительству метрополитена будут возобновлены. Метрополитен будет завершен в 1967 году. На полтора года нас опередит Тбилиси. Но основная часть его строительства опять-таки приходится на эру Лемберанского. Однако, один из грандиознейших проектов, который Лемберанский планировал завершить, именно к приезду в Баку Никиты Сергеевича Хрущева, к сожалению, завершен не был. Но это был своего рода строительный подвиг Лемберанского. Это был знаменитый бакинский фуникулер. И вот тут мы подходим к тому, о чем у нас до недавнего времени любили говорить в стиле «аналога Олмэян», «аталога». Вот это действительно был уникальный проект. Это был второй по величине в Советском Союзе. Опять-таки, после Тбилисского фуникулер по своей протяженности 455 метров. Но очень сложный рельеф местности, подверженный оползням. Поэтому треть фуникулера выстраивается на бетонных основаниях, а треть проходит в туннеле. Очень сложный рельеф местности, очень тяжелые работы. Лемберанский работает, не покладая рук. Вернее, железнодорожную полосу нужно было кровь из носу сдать к апрелю 1960 года, и он таки это сделает. Цена его титанических усилий. Колея была проложена 455 метров, 23 градуса угол уклона, а фуникулер не открыли. Вагоностроители задержали поставку двух вагонов, но это были специальные вагоны, их нужно было исполнить под специальный вот этот вот угол, 23 градуса, уклона вакинского фуникулера. То ли мытищинский, то ли какой-то завод не поставил вагон. В результате фуникулер будет открыт с участием Алиша Демильевича 2 июня 1960 года. И вот в этом году исполняется 60 лет одному из ярчайших творений Алиша Демильевича Лемберанского. А в непосредственном близости от фуникулера, используя вот это вот амфитеатральное расположение Бакинской бухты, по проекту архитектора Суркина возводится зеленый театр, открытый амфитеатр в стиле древнегреческого театра на 2000 посадочных мест. И это тоже детище Лемберанского. А далее Лемберанский начинает осваивать Бакинскую набережную. Бакинский бульвар при Лемберанском обретает второе дыхание. Во-первых, его обсаживают великолепными многолетними платанами, которые сейчас составляют основу зеленого массива бульвара. Бульвар обсаживается очень такими ароматными красивыми кустами экзотического происхождения. То есть все, что сейчас осуществляется в бульваре уже в рамках национального парка, в 60-е годы начинало осуществляться при Алише Демильевиче при гораздо более скудном бюджете. На бульваре появляются совершенно новые, инновативные, креативные постройки. Венеция. Павильон наука, на месте которого сейчас находится Мунам-клуб. На бульваре появляется сооружение, которое станет своего рода символом Бакинского бульвара на протяжении 60-х, 70-х, отчасти 80-х годов. Это знаменитое кафе «Жемчужина». Потрясающая работа. Кстати, идею этого кафе Алис Демильевич Лемберанский подчеркнул во время одной из своих поездок за границу в скандинавские страны. А у Лемберанского была очень интересная черта. Как рассказывают родные, он выезжал всегда с фотоаппаратом. То есть все, что он видел, оригинальное, все, что можно было так или иначе применить к Баку, он фотографировал, он запечатал на пленку, а затем, приехав сюда, он собирал свою команду и пытался найти возможности реализации этих неординарных проектов в условиях Баку. И вот одним из ярчайших проектов подобного рода становится, к сожалению, не сохранившийся детский кинотеатр на бульваре с его такой седловидной крышей. Это был первый случай в Советском Союзе использования вантовых технологий. А вот кафе «Жемчужина» оно было построено по образцу знаменитого аквариума в Валенсии или кафе «Манантиалес» в Мехико. У этого кафе был удивительный архитектор. Понимаете, яркие люди никогда не действуют в одиночку. У них складывается своя команда. У Алиши Деменча Лемберанского была своя команда очень ярких архитекторов, скульпторов, конструкторов. И вот одним из этих архитекторов был человек, о котором, к сожалению, сейчас незаслуженно забыли Вадим Сергеевич Шульгин. Вот если Синчихина, автора «Монолита», «Динамо», называли бакинским Ле Корбюзье, то Шульгин это бакинский Феликс Канделла. Феликс Канделла это выдающийся архитектор 20-го столетия, это своего рода крестный отец, той же Захих Один. Это человек, который разработал концепцию так называемого гиперболического параболоида, гипара. Будучи великолепным математиком, Канделла решает использовать гнутые конструкции, концепция раковина-улитки. Корпус автомобиля, гнутая конструкция, она всегда более прочна. Ему удается внедрить технологию торклет-бетона, то есть распыленного бетона, где очень небольшого слоя бетонированное покрытие, 6-8 сантиметров, смотрите нашу жемчужину, обеспечивала колоссальную устойчивость. Он называл своей конструкцией «каскаронес», скорлупки, но эти скорлупки пережили своего автора. И вот концепция гипара, гиперболического параболоида блистательно осуществляется Олесом Джамильевичем Лемберанским вкупе с Вадимом Сергеевичем Шульгиным в знаменитом кафе «Жемчужина», которое в следующем году отметит свое 60-летие. Итак, мой дорогой зритель, мы продолжаем знакомить вас с колоссальным наследием лучших бакинских руководителей Олеса Джамильевич Лемберанский. Оригинальные инновативные конструкции на бульваре, преображающаяся бакинская набережная, которая при этом не потеряла шарма восточного города. И вот во многом этот восточный шарм был сохранен благодаря еще одному очень яркому наследию Лемберанского. Ведь период пребывания на должности главы городской власти Олеса Джамильевича это бум монументов Баку. Тех самых памятников, без которых мы сейчас просто не представляем облика этого города. Это памятник работы только Мамедова и Омара Эльдарова. Это грандиозный памятник освобожденной мусульманки. Работы Фуада Абдурахманова, о котором мы поговорим отдельно. Это потрясающей красоты памятник Хуршидбану Натаван. Этому памятнику в этом году исполняется 60 лет на развилке двух улиц Ольгинской и Михайловской. Причем Алис Джамильевич он совершенно одинаково хорошо умел срабатываться с людьми разных генераций. Вот есть хорошее выражение в азербайджанском языке это человек умел разговорить с любой категории и архитекторов и скульпторов и конструкторов. Да, он работал с маститыми скульпторами типа Фуада Абдурахманова это Мэтр. Да, при нем реализуются первые очень солидные проекты того же Омара Гасанча Эльдарова это сейчас нынешний Мэтр ректор Академии художеств ныне покойный Токай Габибович Мамедов они все понимались при Лемберанском но Лемберанский вскрывает целую генерацию молодых скульпторов он идет в бакинский андерграунд это был человек совершенно лишенный каких-либо вот этих вот сословных так сказать предрассудков какого-то пренебрежительного отношения к молодежи покойный Егор Хмас Суджадинов заслуженный деятель искусств Азербайджана он рассказывал вашему покорному слуге как Лемберанский мог вызвать группу молодых скульпторов и вот так вот в лоб им сказать слушайте вы творческие люди ну покажите на что вы способны ну сделайте что-нибудь оригинальное ну покажите а что делать Киров нет Киров есть Ленина Ленин тоже есть Сталин не дай бог но покажите на что вы способны вот в этот период в непродолжительные пять лет с 59 по 64 год в Баку появляются памятники символы это памятник Бахрам Юру вот тот самый Горхмаз Суджадинов Альберт Саламов было три автора великолепная статуя Бахрама Юра которая очень так гармонично связывает фуникулер с бульваром именно в этот период в Малаканском садике появляются три грации море, воздух и вода три символа понимаете три стихии а на бульваре появляется очень оригинальный бассейн с лебедями который потом исчезнет но недавно усилиями фонда Гейдара Алиева этот комплекс был восстановлен то есть в Баку появляются не столько монументы восхваляющие тех или иных коммунистических лидеров и так далее а сколько памятники символами символы и вот пожалуй самым ярким из этих памятников символов станет памятник освобожденной мусульманки одна из самых ярких работ человека которого называли эдаким азербайджанским Маяковским это Фуат Гасанович Абдурахманов первый азербайджанец окончивший Ленинградскую Академию Художеств по классу Манезера понимаете внешне не пустите Маяковский пулю в сердце 90 лет назад доживем до чуть более такого зрелого возраста чего кстати Маяковский реально боялся он бы выглядел приблизительно так как Фуат Абдурахманов автор памятников низами в Баку и в Генже памятника Самеду Вургуну который будет тоже установлен в времена Лемберанского начала 60-х годов памятника Рудаки Душамбе за который он был премирован и памятника Авиценны в Бухаре памятников Чойбалсану и Сухебатору в Монголии авторами всех этих памятников от Узбекистана до Таджикистана и далее до Монголии был наш с вами соотечественник который в полной мере раскрывается в эпоху Лемберанского но в совершенно новом направлении он устанавливает памятник женщине сбрасывающей из себя Чедру великолепная статуя но есть хорошее выражение Гезаль Леонду Садох Кузедондар успехи памятника успех памятника на 90% зависит не только и не столько от его скульптурного решения от дизайна сколько от его постановки и вот Фуаду Абдурахманову очень повезло в том что во всем случае времена Лемберанского даже и до него все его памятники устанавливал Мичайли Скирчусейнов и от этого памятники читаются вот этот вот памятник освобожденной мусульманки он стоит на высочайном на развилке двух улиц и его нельзя не увидеть а вот буквально в 50 метрах от него прямо у входа в станцию метро Низами недавно установили памятник первому азербайджанскому дипломированному архитектору Зевербеку Ахмедбекову и автор памятника талантливейший скульптор проректор Академии художеств Натик Алиев соавтор памятника Аля Ахабаиду то есть к самому памятнику Зевербеку Ахмедбекову претензий нет но вот я сейчас с вами говорю об этом памятнике а я уверен что большинство из вас мой дорогой зритель думает а где он а мы его видели а он стоит прямо у входа в метро Низами но его так бездарно так неграмотно поставили что он просто потерялся в толпе понимаете и поэтому памятник буквально исчез а вот через дорогу роскошная статуя женщины сбрасывающей из себя чадру причем чадра заползает на целый метр а то полтора на пьедестал вот именно с этим была связана основная трудность потому что Фад Абдурахманов был очень педантичным скульптором ему нужно было показать вот эту вот тяжесть ниспадающей чадры каждый раз когда он надевал эту чадру на натурщицу чадра ложилась по-новому и он не мог поймать это движение ниспадающей чадры это его бесило что делает скульптор если он не может одеть натурщицу пардон он ее раздевает до гола он лепит ее абсолютно обнаженной в позе женщины сбрасывающей из себя чадру а затем на эту обнаженную статую надевается реальная чадра которую Фад Абдурахманов прибивает как ему хотелось к медисталу создав нужные ему складки формы и так далее а с памятника чадра уже не упадет и глядя на обнаженную зачадренную статую он лепит окончательный вариант памятника эту историю рассказывал вашему покорному слуге Омар Гасанчу Эльдарову мы тогда были молодыми скульпторами мы с ума сходили он удвоил работу но посмотрите как красиво как ярко и как пардон сексуально она стоит а далее за этим памятником кстати вот здесь на этой фотографии можно увидеть Алиса Джеймича Лемберанского с делегацией из Мексики где работал Феликс Канделла но у памятника освобожденной мусульманки на совершенно другой фон обратите внимание тогда еще не было этой грандиозной высотки которую в советское время многие ругали вот это вот многоэтажное 17-этажное здание пром орг тех хрен простите строй банка непонятно что вот это здание было достаточно безликим оно понимаете оно где-то придавило вот этот вот памятник освобожденной мусульманки но вы знаете я был в числе тех кто всегда так сказать критиковал это здание до тех пор пока я не увидел его реальный проект разработанный во времена Алиша Джамиль Шелемберанского автором проекта была одна из первых азербайджанских женщин-архитекторов Шафига Зейналова и вот посмотрите как это здание должно было в реальности выглядеть и поэтому я все свои упреки беру назад это было очень оригинальное по своему решению здание так оно должно было выглядеть вот это должно было быть возвезено в Баку а вот это генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке проект самого Ле Корбюзье должен вам сказать что проект Шафига Зейналовой был более изящным более изысканным хотя тоже по своему модерновым конструктивистским и вот своим сплошным остеклением это здание должно было создавать фон памятнику понимаете но задумывали Голиафа а получили то на что хватило средств уже в то время достаточно скудных и ограниченных и вот эти инновативные проекты Лемберанского они во многом не реализовывались часть проекта ему удалось осуществить это были в основном небольшие формы кстати на том же бульваре уже в тот период появляются вот эти оригинальные изогнутые скамейки которые называли Лемберки а сослуживцы Алиша Джамильча его подчиненные в основном любя называли его наш Лембик именно во времена Алиша Джамильча Лемберанского ведутся довольно интересные работы вокруг крепости в частности сносится вся эта малоэтажная малоценная застройка вокруг девичьей башни у Лемберанского были грандиозные и для того времени несколько сюрные проекты которые к счастью не осуществились но именно в период очистки вот этой площадки вокруг девичьей башни под одним из снесенных домов обнаруживается вот этот арочный храмовый комплекс который в советское время условно называли рыночной площадью один из очень маститых архитекторов работавших с Лемберанским рассказал что Лемберанского вообще были такие по-своему очень смелые вызывающие где-то идеи чуть ли не строительства небоскребов в крепости благо эти идеи осуществить не удалось но вот фотография одного из зданий спроектированных все тем же архитектором Лемберанского Вадимом Сергеевичем Шульгиным это здание должно было находиться там где сейчас напротив театра кукол небольшой фонтанчик там иначе был Херман-сарай в 80-е годы было снесено это здание и вот уже в 60-е годы планировалось строительство очень оригинального по принципу гипара гиперболического параболоида такого ввинченного ввинчивающегося в небо небоскреба то есть девичья башня символ Баку древнего дом Гаджинского символ Баку периода нефтяного бума а вот буквально в нескольких метрах ультрасовременная стройка постройка вот этот вот ввинченный в небо небоскреб Вадима Сергеевича Шульгина кстати талантливейший архитектор который умер от разрыва сердца в 48 лет в 74-м году но в команде Лемберанского он будет еще довольно долго и я например считаю что очень правильно и очень удачно что этот проект не был реализован строительством тогда в 60-е годы потому что ему не место напротив театра кукол ему не место около Бакинской крепости но посмотрите прошло около 60 лет и вот сегодня на проспекте Гейдара Алиева в совершенно другой архитектурной среде по дороге к нефтяному фонду возводятся два небоскреба ввинчивающихся в небо то есть вот эта вот идея Шульгина Лемберанского 60-х годов она осуществляется в Баку сегодняшнем но осуществляется в гораздо более грамотном соответствующем этому архитектурном и градостроительном контексте и Лемберанский и Шульгин и люди той поры они где-то свое время опережали они мыслили другими категориями и вот этот традиционный для Советского Союза недостаток средств в данном случае играл позитивную роль потому что вот этими вот очень ультрасовременными проектами которыми уже в то время грешил западный мир мы могли бы наломать много дровов к счастью этого сделано не было Лемберанский Лемберанский и вдаваться не будем потому что я этими подробностями не владею так или иначе Лемберанский уезжает после пяти лет пребывания на должности главы исполнительной власти пройдет еще пять лет его отсутствия это будет до 69-го года вплоть до прихода политическую так сказать высшие политические эшелоны общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева и вот с приходом Гейдара Алиевича Алиева связано второе пришествие Алиша Джамильча Лемберанского в Баку но уже не на должность главы исполнительной власти а на должность заместителя председателя совета министров по строительству новое руководство Азербайджана в лице Гейдара Алиевича Алиева нуждалось в грамотных деятельных и способных принести в первую очередь пользу своей республике людях и вот тогда о Лемберанском вспоминают Лемберанский приезжает в Баку в 1970 году и с этого момента начинается второй период его пребывания вот этот период пожалуй будет наиболее соответствующим природе Лемберанского а природа Лемберанского была очень строительно созидательная именно в этот период в Баку возводятся фантастические для того времени сооружения это дворец Юлистан это дом официальных приемов это очень так сказать масштабные для того времени гостиничные комплексы Абширон Азербайджан Москва да ни один из них не сохранился но это веление времени мы собственно не особенно сожалеем потому что на месте Абширона Азербайджана сейчас стоит Мариотта Хилтон а на месте гостиницы Москва стоит своеобразный символ современного Баку Flame Towers Башня Огня а вот за гостиницу турист Карабах немножечко обидно она была построена чуть ли не в последний год жизни Вадима Сергеевича Шульгина это классический конструктивизм вот все концепции Ле Корбюзье в одном этом здании во-первых бетонированные сваи на которых это здание стояло здание было приподнято над землей свободный план свободный фасад ленточные окна плоская крыша архитектура машина для жилья следует ли удивляться тому что это здание удостоилось французской премии Ле Корбюзье но как гостиница турист функционировала не очень-то активно хотя она была очень интересно оформлена там были очень оригинальные фонтаны украшенные мозаикой это здание потрясающе раскрывалось чуть ли не с площади Самеда Вургуна оно было очень грамотно поставлено такой небольшой книжицей понимаете впоследствии переименуют гостиницу Карабах и с этого момента к сожалению начнется угасание к сожалению этой гостиницы которую в конечном итоге снесут а сейчас на ее месте жалкие времяночные постройки каких-то магазинов по продаже строительных материалов это очень жестокая ирония хотя место великолепное туда что-то просится но просится не что-нибудь этакое а что-то очень оригинальное креативное в духе Лемберанского в духе Шульгина и заслуживающие премии типа премии Ле Корбюзи и вот это здание с гордостью можно будет назвать гостиницей Карабах если оно еще будет нести какие-то элементы национальной архитектуры но в этот же период строится здание морвокзала тоже очень оригинальное для своего времени архитектура венцом же деятельности Алиша Джамильевича Лемберанского на должности зампредсовмина окажется нынешний дворец Гейдара Лиева в прошлом дворец Ленина 1970 год Шульгин Мельхиседеков то есть целая команда очень ярких очень талантливых архитекторов воссоздает вот эту вот идею Гепара этих изогнутых поверхностей этих оригинальных скошенных плоскостей и так далее и вот вы знаете сегодняшний дворец Гейдара центр Гейдара Лиева с очень оригинальными изогнутыми формами он ведь появился неспроста от вот эти вот традиции изогнутых форм они уходят своими корнями в 60-е годы в Кахвэ-Жемчужина они получают гораздо более интересное решение и более масштабное во дворце имени Гейдара Лиева где использована та же концепция Гейдара и они доходят до своего апогея в одном из последних и самых ярких произведений ученицы Канделлы Захихадид но и то и другое и третье очень грамотно очень гармонично вписывается в ткань Баку и становится неотъемлемой а зачастую и знаковыми сооружениями определенных исторических периодов будь то 60-е годы лице кафе-Жемчужина фуникулера будь то 70-е годы это дворец в свое время Ленина потом республики сейчас Гейдара Лиева или будь то центр Гейдара Лиева сейчас и вот Алис Джамильевич уходит вместе с генерацией периода Гейдара Лиевича в 80-е годы он уже был в возрасте ему уже было сильно за 70 но это был еще не конец его лебединой песню станет реставрация а точнее реконструкция и возрождение старейшего из бакинских театров бывшего Тагиевского театра это сейчас музыкальный театр или как его именуют театр музыкальной комедии это было первое театральное сооружение в Баку которое было построено в приспособленном размещено в приспособленном сооружении это было Тагиевское складское помещение через дорогу была Тагиевская пристань но Тагиев был одним из тех кому было стыдно за то что город производящий половину мировой добычи нефти не имел своего театра вот одно из складских помещений по-тагиевски добротно построено переделывается под театр это был первый театр в Баку Тагиевский театр где будет поставлен опер Лилии Меджну в 1908 году где в 1912 выйдет на сцену первая мусульманская исполнительница Шевкет Мамедова которую в 1912 году увы освистают а через сто лет город в котором чуть ли не убили первую оперную исполнительницу прибит у себя Евровидение и в этом же Тагиевском театре в 1991 году 18-летним юношей исполнял Федор Иванович Шаляпин правда он еще не был тогда Шаляпином с большой буквы то есть театр с грандиозной историей с очень драматичными трансформациями театр году его восстанавливали он сгорал опять и так далее в результате сама структура была более совершенно не пришла в совершенно аварийное состояние вот в конце 80-х годов практически в момент когда начинается весь этот кровавый ум от Карабаха сносится театр мускомедии и на его месте буквально с нуля с фундамента начинает строиться новый театр вот этот театр по праву можно назвать театром Алиша Джамильевича Лемберанского потому что он устроил не покладая рук а ситуация менялась от плохого к худшему вспомните конец 80-х начало 90-х годов это ураганные митинги это черный январь это вот это вот шариковское витинствующее правительство народного фронта это момент когда будущее Азербайджана вообще виделось очень туманно вплоть до возвращения Гейдара Ильича вот на фоне всей этой вакханалии единственным островком стабильности спокойствия и конструктивности был строящийся день и ночь возрождающийся рождающийся буквально на глазах театр некогда Тагиевский театр возрожденный Алишем Джамильевичем Лемберанским вот завершение его реконструкции совпало с возвращением Гейдара Алиича в судьбе театра такой вот очень интересный переломный момент нашей с вами истории этот театр станет лебединой песней Алиши Джамильевича Лемберанского которого не стало в 1999 году в мае месяце он не дожил буквально 5 или 10 дней до своего 85-летия в 96-м году за 3 года до этого в Музее истории Азербайджана проходила презентация специального выпуска журнала Огонек посвященного Азербайджану где была помещена отдельная публикация о возрожденном театре мускомедии Алишем Джамильевичем была очень такая солидная представительная публика был сам Гейдар Алиевич довелось побывать на этом мероприятии тогда еще совершенно юному вашему покорному слуге и вот я помню как выходя Гейдар Алиевич направился к выходу из восточного зала за ним потянулась вся свита и вдруг как океанский лайнер Гейдар Алиевич поворачивается и резко меняет курс и идет в группу людей которые уже так постительно расступаются и подходят к очень невысокому очень скромно одетому но очень благообразному убеленному сединами старцу и совершенно так по-дружески очень так запросто по жалому руку несколько минут с ним разговаривает это был Алиш Джамильевич Лемберанский которым Гейдар Алиевич уже так сказать на склоне лет воздал должное за все его труды человек который возглавил Баку в период хрущевской оттепели и период пребывания Лемберанского на должности главы исполнительной власти это ренессанс ренессанс Баку советского периода это был период это же был город Рафика Бабаева город Вагифа Мустафа Заде город ансамбля Гая город которым руководил Алиш Джамильевич который открывает молодежное кафе Наргиз потому что этот человек не боялся идти в самую толщу он не боялся общаться с тем что называют андерграундом и именно в этом андерграунде он находил талантливых скульпторов которые потом становились маститами так сказать художниками того же Горхмаза Суджадзинова или Арберта Саламова или Фуада Салаева вот понимаете это человек который мог общаться с любой аудиторией вот что интересно Алиш Джамильевич Лемберанский и Станислав Иванович Десподзинович оставляют уникальное наследие кстати вот если говорить о кафе Жемчужина вот смотрите символ бакинского бульвара 60-х годов и символ сегодняшнего бакинского бульвара вот эта вот раковина напоминающая отчасти Сиднеевскую оперу а отчасти тот самый гипар гиперболический параболоид Феликса Канделлы то есть посмотрите как по прошествии 60-ти лет наследие Лемберанского находит отражение в преображающемся облике современного бульвара поэтому не надо бояться современной архитектуры если она своими корнями уходит в определенные сложившиеся традиции а зная эти традиции мы будем возрождать архитектуру современную в нужном нам направлении и тогда мы поймем что вот эти вот изогнутые формы центра Гейдара Лива и оригинальность конструкции вот этого грандиозного торгового центра они все имеют какую-то историческую подоплеку связанную с людьми память о которых мы пытаемся сегодня воскресить возродить особенно по прошествии 60 лет два человека управлявшие Баку самые интересные периоды его исторического развития и градостроительного становления это были не просто очень талантливые администраторы хозяйственники это были очень приятные очень контактные очень располагающие обаятельные люди и что уж очень не характерно для Баку сегодняшнего это были бессеребренники это были люди которые жили идеей служения этому городу светлая им память ну и как я обещал завершить мне бы хотелось стихами но уже собственного сочинения поношу на ваш суд это такая исповедь из карантина то не принца кровей королевских венчают то пандемия гнет человеческий рот вирус странно зловещий незримо стращает инквизитор карающий ересь изброд и одев человечество в маске намордник прорезинив всю душу до мозга костей он людей от людей без войны отдаляет под замок посадив стариков и детей паутиной границ опоясавший глобус он границы теперь внутри стран создает как стекло покрывается трещиной мелкой каждый в клетке квартиры спасения ждет там где жизнь в бесконечном своем многоцвете излучала отраду иду я один натыкаясь как крот на закрытые двери карантин 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 лишь на душу намордник надеть невозможно сохраню человеческий облик я свой вирус злобных корон как щитом попирая только чувство к тебе только мысль с тобой любовь чувство и юмор это самая большая вакцина против любого вируса и самое действенное средство против даже иногда затянувшегося карантина давайте любить друг друга давайте любить этот город а карантин в скором времени отпадет и мы вновь увидим этот город во всей его красе и я думаю что после этого мы станем беречь ценить и лелеять ее еще больше а я жду нашей следующей встречи вакцина 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 и вакцина и Продолжение следует...